доброе утро друзьям поздравляю вас с продуктивной неделей почему она продуктивная потому что понедельник начинаем занятия в 9 утра у нас занятия меня зовут наталья дубровина и сегодня я поделюсь некоторыми практическими советами по построению нашего бизнеса перед тем как мы начнем давайте проверим связь как меня видно слышно видна ли презентация отлично спасибо большое итак о чем я хочу сегодня поговорить в любом бизнесе есть свои инструменты и в зависимости от того какие вы инструменты используете или не используете скорость продвижения по бизнесу будет разной согласитесь что если вы хотите начать ремонт квартиры и у вас всего лишь зубило молоток и какой-то мастерок то скорее всего результат ремонта вы узнаете не скоро и он не совсем вам понравится по качеству если вы решили например посетить париж и у вас всего лишь есть кеды наверное вы будете очень долго добираться до места года парижа чтобы видеть эйфелевую башню пройдет не одна неделя а если вы сядете на машину скорее всего вы течение нескольких дней с учетом что нужно ночью отдыхать и вы попадете в париж течение нескольких дней если вы сядете на самолет естественно вы будете через два часа наблюдать как выглядит париж с высоты эйфелевой башни это все инструменты это инструменты достижения цели и сегодня мы поговорим о какие же эффективные инструменты существуют в нашем бизнесе которые позволят вам быстро пронестись к успеху нашего бизнеса конечно инструменты нужно освоить самые простые инструменты осваивать легко но они очень медленно ведут к цели а вот более серьезные инструменты например выводить машину или самолет можно немножко потратить времени на то чтобы определить эти навыки выработать у себя эти навыки если вы со мной согласны поставьте десяточки и мы начнем с первого инструмента приверженность компании что это значит ну предположим у вас есть друг и вы с другом решили построить дом и выбрали себе участки и начали строить и начали копать котлован для того чтобы построить дом нужен фундамент и он будет находиться в котловане для то чтобы восстановить фундамент нужно выкопать какой-то размер котлована вы начали дружно вместе выкапывать котлован я не знаю кто то может быть возьмет лопату кто-то может быть несколько лопат придуя пригласить друзей может быть кто-то пригласит экскаватор и всего за несколько часов будет выкопа нужный котлован и вот представьте что вы копаете котлован время идет вы немножко устали решили отдохнуть и пройтись по окрестностям и вы тут увидели вы место еще лучше прежнего которое больше вам нравится там может быть недалеко лес ручей хороший вид будет открываться из окна и вы решили в этом месте строить опять начали определять где же будет место котлована в это время ваш друг продолжает строить дом то есть он уже там начинает закладывать опалубку а потому что выкопанной выкопан котлован и нужно устанавливать опалубку для фундамента а вы в это время определяете место новое опять начинаете рыть котлован потом вас пригласили попутешествовать вы еще лучше место нашли и так далее и к тому моменту когда вы строите 10 котлован вдруг с которым вы начали строить но первое здание да вместе по соседству уже накрывает крышу в своем доме почему я рассказываю эту притчу потому что если мы будем менять компании как перчатки скорее всего нигде ничего не получится то есть все будет заканчиваться скажем подготовкой к бизнесу то есть вы так и не начнете построение серьезного бизнеса почему важно быть приверженцем компании потому что результаты естественно в любом деле возникают в течение трех четырех пяти лет и естественно в начале окажется что у соседа в огороде трава зеленее пойду я еще туда там попробую а еще вот в этом попробую и в результате получается что мы имеем договора с разными компаниями и и нигде нет никакого результата везде мы потратили деньги везде мы познакомились какой-то продукции с каким-то бизнес-планом но у нас все осталось на месте то есть на уровне старта в бизнесе вот на этой фотографии присутствуют наши партнеры это был тренинг в карпатах лидерский тренинг обратите внимание на одну руку на ней по-моему четыре или пять браслетов эти браслеты человек получал когда приезжал на очередной тренинг видите вот все остальные первый раз кто-то футболочки вот в чем приверженность выражается что мы с вами выполняем определенные действия многократно то есть успех в бизнесе это все-таки марафон если вы думаете что вы в какой-то компании преуспеете в течение месяца или года к сожалению это не так нет ни одной компании где вы бы сразу рванули и у вас был бы невероятный результат если вы где-то слышите о том что человек за месяц или за три месяца сделал какую-то квалификацию и что он выходит на сцену об этом рассказывает что каждый может я хочу сказать что за этим обычно стоит команда то есть он зашел командой и невероятные результаты невероятный успех в бизнесе как правило исходит из того что человек уже где-то создал команду где-то прошел все вот эти этапы построения фундамента построение первого этажа и уже с командой зашел и кажется что да вот я с этим человеком быстро бизнес построю он же сделал за месяц значит и у меня получится он меня научит дай-ка я приду в его команду конечно у него получится потому что так многие считают что вот он быстро сделал вот его и нахраждают он рассказывает что он только вчера пришел там месяц назад и уже он сразу за месяц закрыл три квалификации получил три премии все призы от компании и вам кажется что у вас тоже так получится и вы к сожалению получаете не тот результат который вы хотели потому что вы то придете без команды и так в чем может выражаться ваша приверженность компании ну вам надо конечно знать преимущества вашей компании какие в нашей компании преимущества можете написать в чате я буду знать кто в теме кто уже является приверженцем компании напишите пожалуйста в чате какие вы считаете что есть преимущества компании конечно нужно разобраться с бизнес-планом может быть сравнить даже сколько нужно сделать товарооборот в других компаниях чтобы получить тысячу долларов и вы тогда поймете что бизнес-план компании GNS самый выгодный то есть компания очень щедро оплачивает ваши услуги я всегда спрашиваю вот если человек бухгалтер ему в одной фирме будут платить пять тысяч гривен а в другой будет десять тысяч гривен платить в какую компанию он будет работать где платят больше за ту же самую работу или меньше вот вы как бы хотели чтобы вам платили больше или меньше поэтому нужно сначала определиться с бизнес-планом разобраться в бизнес-плане потому что если вот вы разбираетесь потом и меняете компанию то это как раз новый участок вы столбитесь заново начинаете в новом месте преимущество компании миллиард товарооборота за первые шесть лет ну в чем преимущество это свойство в чем преимущество компании что миллиард за шесть лет это мне ни о чем не говорит да молодец компания но какие преимущества почему я должна быть переверженцем что компания вот имеет миллиард долларов товарооборота конечно нужно разобраться с продукцией чтобы вы понимали что продукция у нас вне конкуренции нужно обязательно пересмотреть не только доктором залака пересмотреть например какие-то вебинары Елены Кучи Варвары Веретюк где продукция разбирается по молекулам посещать наши университеты красоты и здоровья чтобы вы понимали в чем отличие продукта ведь все знают в чем отличие кукурузника от Боинга правильно в чем отличие Лады Калины от Мерседеса все отлично понимают хотя и то и то ездит и то и то летает однако вы наверное предпочтете перелеты совершать на Боинге машину если есть возможность то скорее всего купите Мерседес популярность продукции за счет качества конечно это может быть преимуществом так первое щедрый маркетинг план почему компания сделала миллиард долларов товарооборот потому что люди посчитали маркетинг план и посчитали что с этой компанией выгодно сотрудничать щедрый маркетинг план то есть можно сделать товарооборот 4400 долларов и получить премию 1035 долларов то есть каким образом это можно сделать вот я в других компаниях спрашиваю например вот у меня была на консультации женщина из компании Мерикей вот что вам нужно сделать чтобы получить от компании 250 долларов вознаграждения это мне нужно лидерский уровень закрыть она даже себе четко не представляет объем работы какой она должна сделать чтобы у нее получились эти 250 долларов у нас мы можем одного человека подписать на амбассадор и получить 250 долларов опять же второе преимущество вот вам нужно как домашнее задание написать еще несколько преимуществ например вот как я сейчас три только написала выплата комиссионных в долларах большинство компаний которые работают легально на территории Украины они выплачивают вознаграждение в гривнах при условии что человек является предпринимателем если новичок приходит в компанию конечно он не бежит в налоговую открываться как предприниматель потому что там сразу в пенсионный фонд нужно платить а потом еще пять процентов от того что он заработает в компании к сожалению компании которые работают официально могут только таким образом переводить деньги на счет в банке когда человек дал документы что он является предпринимателем выплачивать в гривнах и предположим месяц работали продуктивно хорошо замечательно выплата идет где-то к середине месяца то есть если вот мы сейчас работаем в феврале то как правило компании другие выплачивают в середине марта есть вероятность того что повысится курс доллара конечно в нашей стране это происходит регулярно и естественно человек получил вознаграждение в гривне он уже может меньше совершить покупок потому что если доллар скаканул то все предприниматели цены повысили мы это не раз наблюдали у нашей компании выплата комиссионных в долларах причем новичок даже если он заработал свои 100-200 долларов идет снимает именно долларами можно подключить к кошельку долларовую карту ну и конечно особенные продукты такие как Finiti такие как Collagen я еще не знаю сетевых компаний которые бы предложили коллаген предложили бы Ресвератрол в составе то есть это продукты особенные нет косметики в которых содержатся факторы роста и поэтому конечно нет таких замечательных результатов по применению продукции продукция эффективная сразу заметны результаты на первой упаковке замечают большинство людей и конечно есть такие отклонения здоровья что сразу не проявляется потому что очень много поломок в организме однако первые изменения люди замечают на первой упаковке поэтому вам сегодня домашнее задание дописать еще 7 преимуществ компании то есть самый важный момент вы должны продать преимущество компании самому себе если вы это сделаете вы сможете убедить любого человека в том что если он выбирает в какой компании сотрудничать сейчас это уже очень часто происходит вы предлагаете преимущество называете вот у меня как-то была партнера в команде она сейчас перешла в потребители к ней пришел на консультацию как вести бизнес через интернет лидер другой компании потому что у них нет такой такого способа привлечения людей как вот у нас на модульном обучении мы даем и он естественно опытный знал что спрашивать он говорит назовите мне три причины по которым я должен работать с вашей компанией она не смогла назвать то есть одно из подготовительных зрений вы должны четко понимать преимущества вашей компании относительно любой другой конечно вы все компании знать не можете их каждый день открывается все больше и больше вот только вчера мне звонили говорили что есть еще какая-то новая компания и вот если мы сейчас начнем мы там прям все звезды с неба снимем это тоже ошибка то есть вы понимаете что первенство не обязательно успех потому что даже если вы первые приходите вам нужно делать то же самое убеждать людей в том что ваш проект самый лучший что нужно сейчас к нему присоединиться и вероятность того что это произойдет не совсем на самом деле стопроцентная почему потому что нет еще результатов по бизнес-плану нет людей которые зарабатывают хотя бы тысячу долларов нет еще результатов по продуктам что да действительно продукт рабочий и вот время на раскрутку когда люди впечатлившись вами вашей приверженностью начинают пробовать бизнес пробовать продукт оно где-то занимает до двух лет поэтому вот то что наша компания сейчас пятый год на рынке это это время посева так сказать информации прошло уже очень много хороших отзывов применение продукции продукция работает значит люди будут присоединяться потому что в первую очередь волнует вопрос будут ли это покупать работает ли продукция да наш маркетинг план позволяет выйти на миллион долларов в год дохода вот но это не всем нужно говорить потому что если человек хочет зарабатывать тысячу долларов про миллион он не поверит и не придет просто нужно сказать что есть такие перспективы очень мало бизнесов где можно заработать миллион например в компании максимальный доход это 25 тысяч долларов ну то есть не все компании позволяют иметь такой доход следующий важный инструмент бизнеса это спонсорская линия недаром здесь смотрите какие корни глубокие и какие красивые плоды на дереве то есть спонсорская линия это дерево вашего дерево жизни вашего бизнеса здесь очень важно понимать что вся спонсорская линия заинтересована вашем успехе почему потому что опять же возвращаясь в бизнес плану здесь выплачивает лидерские вознаграждения с самого начала до седьмого уровня и новичку доступны три уровня предположим он заходит на пакет сапфир и он сразу еще не имея команды и имеет возможность получать выплаты из трех уровней лидерских ну например в таких компаниях как Арифлейм Эмвейк где план отрыва нужно сначала самому выполнить лидерскую квалификацию и вырастить лидера тогда только выплачивать 4 процента сейчас по моему 6 процентов от оборота компании вот этого лидера команды лидера то есть когда это произойдет неизвестно у нас как только человек получает цикл у него срабатывает получает 35 долларов вам сразу выплачивается 20 процентов с самого начала если у вас 5 активных партнеров значит будет 25 процентов выплачивать если у вас 10 партнеров 30 то есть 35 долларов вы можете получить от 7 до 10 долларов как только у человека сработал цикл то есть это лидерские выплачивать с самого начала это дополнительные деньги которые может даже новичок получать предположим он подключил за первую неделю двух человек что возможно в любой компании вам любой лидер скажет что двух человек за первую неделю можно подключить свой бизнес обычно приходят впечатленные нашими нами впечатленные люди наши знакомые впечатляются и бывает так что они тоже умеют людям доносить информацию сразу идет вглубь один или два человека и вы можете у нас в нашей команде получать в команде GNS получать с трех уровней зайдя на пакет Сэпфир с самого начала по-моему это тоже очень замечательное преимущество так вот спонсорская линия заинтересована вашем росте потому что хорошо с 35 долларов получать 30 процентов а с 1000 долларов еще лучше то есть обратите внимание только спонсор заинтересован вашем росте лично ваш спонсор у нас бизнес-план устроен так что вашу команду попадают люди которые позже приходят в команду спонсора и вы тоже являетесь как бы в этом случае для этих людей вышестоящим спонсором потому что вам выгоден их товароборот они дают товароборот в результате чего у вас срабатывают эти самые циклы эти самые 35 долларов приходят однако для человека который в команде спонсора и в вашем товаробороте находится самым важным человеком является именно спонсор и для вас точно так же даже если я у кого-то являюсь кто-то в моем товаробороте находится например Александр Прутьян и мне выгоден его товароборот но ему нужно в первую очередь прислушиваться советом именно своего спонсора Жанны Платоновой по нескольким причинам потому что именно Жанна заинтересована в росте то есть я не буду получать вот этот матч бонус от доходов если у Саши будет срабатывать цикл его только личные товаробороты группа его идет мне в актив из которых начисляются циклы и 35 долларов поэтому мне тоже интересно что у него был товароборот но Жанне важнее поэтому Жанна лучше знает что посоветовать своему спонсору своему партнеру чтобы у него было не 35 долларов а 3,5 тысячи долларов понимаете потому что Жанна точно получает 30 процентов от доходов первой линии поэтому нужно слушать именно то что говорит ваш личный спонсор и здесь так устроено вот если вы читали книгу Стивена Ковия семь навыков высокоэффективных людей здесь как раз концепция срабатывает выиграл выиграл очень часто бывает так я сама такой была когда мне спонсор советовал что-то сделать например там в какой-то акции поучаствовать я думаю это что ему баллы пойдут выгодно он же поэтому мне советуют в этой акции поучаствовать может быть спонсор не совсем все выгоды освещал мои ну вот Жанна имеет такое свойство освещать выгоды лично наши Лена Рыбальченко мой спонсор она всегда освещает те выгоды которые лично мне важны если я буду участвовать в этой акции конечно мне тоже выгодно когда баллы приходят когда партнер участвует в какой-то акции но в первую очередь я рассказываю какие выходы человек получит вот например сейчас по 20 число есть акция очень хорошая от компании что можно попасть в круиз вот например в других компаниях нужно обязательно только групповой товарооборот большой сделать и держать его стабильно например вот для первого первого путешествия в компании МВИ нужно 10 месяцев делать 10 тысяч баллов товарооборот ежемесячно 10 месяцев из 12 то есть это большая работа сложная понимаете чтобы создать такую группу нужно чтобы в группе было 250 человек из них должно быть как минимум 12-15 активных людей которые тоже развивают в вашем бизнесе свой и они тоже должны быть замотивированы здесь вы можете купить два пакета продукции и поехать в путешествие на 8 дней по-моему это прекрасная возможность продукция продается мы даем методику как сделать так чтобы вы получили платежеспособных клиентов при помощи фейсбук инстаграма мы даем то есть вы не просто будете сидеть с этой продукцией смотреть как она находится в ваших коробочках дома у вас будет методика продвижения этой продукции с помощью фейсбук инстаграм кстати в других компаниях тоже должна быть личная активность как минимум 200-300 долларов ежемесячная активность чтобы попасть на путешествие и ежемесячная активность должна быть вот например мой партнер Константин Шалваров купил два пакета больших когда закончился университет в Киеве и компания закрыла ему 6 месяцев личной активности других компаний этого нет то есть мало того что ты в этом какой-то товароборот делаете личный в этот месяц когда вы закрываете квалификацию на поездку вам все равно нужно в следующий месяц и опять делать товароборот иначе на поездку вы не попадаете а здесь компания сама закрывает вам активность то есть учитывать что вы сделали большую покупку и вам нужно время чтобы эта продукция разошлась итак спонсорская линия дерево жизни вашего бизнеса что я хочу еще об этом по этому поводу сказать очень часто бывает так когда ну человек достигает какой-то квалификации у него появляется команда какие-то деньги приходят нам начинают зарабатывать полторы две тысячи долларов и уже ему кажется что то что советует спонсор оно не совсем подходит ему для работы его команде и он начинает изобретать велосипед и вот недаром я здесь привела картинку из басни Крылова лебедь рак и щука к сожалению бизнес наш командный или к счастью наверное к счастью он наш командный и поэтому если мы будем все работать вместе в одной упряжке то мы будем быстро двигаться если каждый будет придумывать свою методику работы которая неизвестно как сработает то естественно будет воз и ныне там стоять очень часто я слышу от других людей которые говорят сейчас что не проблема подписать людей проблема удержать в бизнесе почему потому что создается своя какая-то методика работы которая отличается от методики работы спонсора я вот всегда приверженец того чтобы учиться у людей успешных если у Жанны Платоновой самый большой чек то я буду повторять то что делает она а что она делает у нее ежедневно два-три человека заходят смотрят коммерческое предложение в олимпе она не может это повторить а завести на коммерческое предложение он может и выучить несколько фраз которые помогут человеку ну промотивирует этого человека попасть на коммерческое предложение значительно легче новичку чем выучить все про бизнес и все про продукцию кто согласен поставьте 13 так вот как только у нас какие-то успехи появляются в бизнесе каждый обрам свою программу начинает создавать каждый додик свою методику что к чему это приводит если это произошло вы создали свою методику которая неизвестно как сработает она отличается от методики работы спонсора а то спонсор вам не может подсказать где у вас собака порылась почему бизнес не растет почему люди даже если приходят уходят потом он не может разобраться нужно вникать в вашу методику самому ее попробовать и естественно в этом случае связь со спонсорской линией с деревом жизни прерывается и чем больше вы будете отходить от методики спонсора дальше тем сложнее вашему спонсору вам помочь и естественно вот получится что воссы не там более того это будет дублироваться ваши партнеры будут считать что вы не так даете нужно что-то по-другому делать и естественно вы не будете знать что происходит в глубине там на седьмом восьмом десятой на десятом уровне поколения я имею ввиду людей которые друг друга приглашали то есть не спиловер именно а именно на десятой глубине от вашего первого приглашенного ну и в связи с этим хочу вам привести четыре основы и главный секрет который позволяет в нашем бизнесе достигнет максимальных результатов за короткий срок если люди которые знают эти основы конечно должна быть цель например у меня цель выполнить квалификацию изумруда я хочу двадцать тысяч долларов в месяц пятнадцать это квалификация рубина если поэтому смотрите я ставлю цель рубин выполнить квалификацию рубин пятнадцать тысяч долларов пока мне подойдет то есть я у меня есть большая цель выполнить квалификацию бриллианта я ее разбиваю на части сейчас я сапфир следующая цель моя я хочу сделать квалификацию рубин пятнадцать тысяч долларов в месяц доход есть уже кто-то достигал такой цели конечно есть это Жанна Платонова на рубин как она это сделала я уже начала об этом говорить то есть она ежедневно два-три человека приглашает на коммерческое предложение второе она посещает все мероприятия вот прошлое лето мы все лето ездили я была с Жанной вместе в одной команде мы в мае поехали в Одессу во Львов провели там открытое мероприятие у нас было много людей на бизнес мы запустили совместную рекламу и потом каждый дорабатывал тех людей которые пришли по этой рекламе то есть мы абсолютно все не имели там знакомых ну например я Наташа Ратушняк у Ларисы Балтитис есть какие-то люди у Жанны кто-то есть но на это мероприятие были приглашены люди с рекламы совершенно новые и мы с каждым с ними потом на следующие дни уже дорабатывали то есть мы там неделю отработали для того чтобы развить бизнес во Львове после этого мы поехали провели тренинг в Одессе после этого мы провели тренинг в Харькове в Киеве опять в Одессе таким образом вот я прошлое лето провела практически все с Жанной потом мы в октябре ездили командой в Рим и в автобусе провели больше недели вместе что мне это дает я во-первых вижу как Жанна по-лидерски поступает я учусь лидерским навыкам и я вижу что те действия которые она совершает они дают результат то есть я вижу как она это делает например если я бы хотела преуспеть в другой профессии я бы тоже могла погуглить найти как он это делал вернее что он кто уже достиг например я хочу например продавать там какие-то красивые ремешки есть такая девушка которая создала домашний бизнес всему миру но как она это сделала там вряд ли будет подробное описание поэтому преимущество нашего бизнеса в том что мы можем наблюдать как люди которые зарабатывают деньги в нашем бизнесе как они это делают после этого мы составляем план действий естественно действия то есть составленный план это наполовину сделанное конечно действия тоже важны и поэтому нужно ежедневно планировать действия которые приведут к исполнению запланированного если тут понятно поставьте пятерочки какой же главный секрет как вы думаете напишите может быть одно слово два какой главный секрет четыре основы мы с вами рассмотрели что должна быть цель кто это уже достигал как он это делал составить план действий и действовать по-моему простые шаги да а вот то есть ли люди кто вот эти все вещи делает то есть у кого есть план действий ну хотя бы на месяц до конца февраля я уже не говорю о том чтобы до конца года например вот вы планируете квалификацию сапфир за год вполне даже за шесть месяцев можно выполнить за год точно то есть два специалистов в месяц одного специалиста в месяц можно сделать то есть подключить одного человека и помочь ему стать специалистом система плюс дисциплина да это наверное к главному секрету относится главный секрет друзья это вера в первую очередь вера в спонсора что спонсор советуют те вещи которые приведут к вас успеху второй это вера в компанию что компания действительно качественный продукт предлагает что на это выплачивает вера в себя что вы можете добиться этого результата и вот здесь очень важный момент что мы мы можем общаться с людьми которые добились успеха и лично с нашим спонсором вот я например за любой кипиш который же она платонова устраивает вот сейчас программа я тоже в этом участвую хотя мне не нужно снижать вес я бы немножко как бы жировую массу погоняла но вес мне снижать не нужно у меня нормальный вес и я хорошо себя в нем чувствую ну и по моему выгляжу неплохо а вот именно жировую массу хорошо было бы перевести в мышцы в этом случае я даже может быть больше весить буду потому что жировое масло она легче чем мышечное поэтому вот я верю Жанне что она правильные вещи делает и я полностью включаюсь в проект который она предлагает в нем участвует я проводила эфир я готовлю какие-то публикации которые я могу сделать вот я например не умею блюда готовить тем более какие-то вкусные или красивые у меня главное чтобы просто еда была я могу любую полезную еду съесть украшать это не умею тем более выкладывать как у меня есть партнеры которые умеют красиво оформить совершенно обычное блюдо я умею другие вещи делать я тоже готовлю публикации конечно не только вера в себя должна быть что вы добьетесь успеха потому что если вы считаете что у вас ничего не получится вы и делать не будете поэтому очень важно постоянно на связи со спонсором быть он будет немножко вас мотивировать вселять вам веру в себя до первого результата потому что вера в человека рождается тогда когда у него что-то получилось там первая продажа первый партнер даже если это стартер кит ну то есть человек еще не взял продукцию это уже показатель человеку что у него что-то получается что уже процесс пошел но вот до первого результата нужно обязательно ежедневно со спонсором общаться созванивать особенно когда вот эти сомнения появляются сомнения все разрушают то есть как только появились сомнения поверьте это такой сорняк который нужно вырвать с корнем поискать еще корешки которые многим людям не дали добиться успеха особенно вот мы же понимаем что участие в каких-то промоушенах нам выгодно вот например пакеты сейчас они там 200 долларов на бонус кредит идет 100 тревел баллов на поездку мы понимаем выгоду и когда нам спонсор об этом говорит ну кажется что он же получит там этих 250 баллов или 500 ему наверное выгоднее поэтому не говорит безусловно спонсору выгодно но вы в первую очередь смотрите свою выгоду какая выгода у вас в этом случае что вы можете очень хорошие деньги заработать сразу потому что можно этот продукт может разойтись вы можете использовать его сам по очень выгодной цене получить результаты у вас люди сами будут спрашивать из-за чего вы так хорошо выглядите поэтому здесь обоюдный обоюдная выгода и вы должны доверять в этом спонсору своему что выгодно не только ему выгодно вам и вам даже больше выгодней чем вашему спонсору почему потому что этот процесс дублируется будете вы доверять вашему спонсору и вам будут ваши люди доверять если вы говорите что этот пакет выгодный но сами не берете скорее всего ваши партнеры тоже брать не будут потому что если это выгодно в первую очередь сами берете этот пакет И когда это дублируется и берет себя ваша группа, товарооборот просто космически взлетает. Вы закрываете Сапфир 25, Сапфир 50, Элит Сапфир, Рубин, Изумруд. Понимаете, а если все будут думать, что, а что получит спонсор, если я этот пакет куплю, наверное, спонсор меня напрягает из-за этого, то вряд ли ваша команда тоже будет брать эту продукцию. И, естественно, у вас тоже не будет никаких квалификаций. Квалификации большие достигаются только быстрым, мгновенным товарооборотом. Когда все купили пакеты, понимаете, в чем дело? Когда все купили пакеты, вся команда, у вас 20 человек в команде. Представьте, что каждый из них купил, 20 человек купили, по 500 баллов получилось, 10 тысяч баллов сразу в течение нескольких дней. Во-первых, сразу чек большой у вас лично, потому что цикла много сработало. У них циклы начинают срабатывать, вы матч-бонус получаете, еще дополнительные деньги. И сразу несколько человек может выполнить квалификацию на поездку, там, Рубин 50, Рубин 25, Сапфир 25. Поэтому доверие и вера в то, что у вас все получится, это главный секрет. Также нужно верить в команду свою. Верить в то, что команда ваша, что к команду вашу приходят люди, способные раскрыть свой потенциал. Если вы будете думать, что вот опять кто-то там не поучаствовал в акции, вот я купил, а мой партнер не купил. Наверное, у меня не такой партнер. Где бы взять таких партнеров, как у Натальи Игнатенко, что все там пакеты покупают. Нужно верить в ваших партнеров и помочь им раскрыть их потенциал. И тогда они тоже будут приобретать эти пакеты. То есть, если бы каждый из ваших партнеров верил в том, что у него пройдут продажи, и он заработает, купив этот пакет, скорее всего, это бы произошло. Вот, например, как Костя Шалваров. Он купил два пакета по 50 тысяч гривен после киевского мероприятия. Он сразу вернул почти 900 долларов. Сразу вернул. Вот те 400 долларов, которые начислялись как бонус-кредит. То есть, это моментально деньги вернулись. Кроме того, больше половины денег он вернул, а продалась только третья часть продукции. И у него еще масса времени до мая, потому что до мая у него автошип. И у него есть масса времени, чтобы вернуть эти деньги, и не нужно еще автошип делать. То есть, еще экономия в 600 долларов получилась за счет того, что ему не нужно ежемесячную активность закрывать. Вот представьте, если эта вся команда продублирует. Какой вы будете? Сапфир, Элит, Сапфир, Рубин, Изумруд. Ну, все начинается с себя. Если я пакет не беру, значит, вряд ли будет моя команда брать. Потому что, если мы говорим одно, а делаем другое. Например, вот я хочу такой пример привести. Протяните вперед правую руку. Правую руку. Смотрите, пожалуйста, на экран и покажите указательный палец. Какой вы палец показали, напишите в чате. Напишите, пожалуйста, в чате, какой вы палец показали. Зачем я этот пример привожу? Я его привожу всегда на... Я его привожу всегда на большой аудитории, потому что все на меня смотрят. То есть сейчас написали указательный те, которые меня не видели. А кто меня видел, показали большой. Потому что люди наши делают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем сами. Вы должны это понять. Это вот тоже относится к главному секрету. Наши люди делают то, что делаем мы, а не то, что мы говорим. Если мы говорим, что выгодно заходить на амбассадор, сами взяли Basic, поверьте, в лучшем случае люди будут на... Это будет дублицироваться. Вот у меня в прошлой кампании было такое, что если люди заходили без продукции, они практически вообще не работали. То есть не зная продукции, они, показав каталог своим знакомым, потому что вот первый пакет, который стартовый, который можно было начать бизнес без продукции, стартовый пакет, только пакет литературы получить. Они походили по своим знакомым с этими каталогами, у них ничего не заказали. Почему не заказали? Они не знали преимущества продукта, они не посетили занятий никаких, они не знали, в чем преимущество сами. И, естественно, они могли этого объяснить своим знакомым. И, конечно, они не пришли на занятия. То есть они получили 3-5 отказов в течение первых двух дней, может, одного. И, в общем-то, потеряли вот эти стартовые деньги, которые они, по минимуму, сколько нужно по минимуму. Кто заходил на 100 баллов, у них вся команда так. Естественно, в два раза меньше товарооборот, если люди заходили на 200 баллов. И вот если, допустим, вы знаете, что это будет дублицироваться, например, вот зашел человек на стартер-кит, большая часть людей будет на этот заходить. Да, у них есть доступ к продукции по оптовой цене, но не зная продукции, у них ничего не закажут. Даже если они все видео доктором залака выложат. Естественно, если они будут разговаривать про бизнес, у них будут спрашивать, как ты заходил. Они могут подписать 10, 20, 30 человек на стартер-кит, никто ничего не заработал. Или люди зашли на бейсик. Да, они заработали 25 долларов, когда у них подключились, и получили 100 баллов от нового партнера. И вся эта команда так делает. То есть идет движение, но очень медленное. Вот можно ли медленно-медленно ехать на велосипеде, медленно-медленно. Я думаю, что кто-то пробовал, наверное, не получилось ехать, все падали. Если пробовали медленно на велосипеде ехать, поставьте плюсики. Медленно ехать не получается, нужно быстро. И как будет быстро? Если все будут заехать на большие пакеты. Понятно, что большинство людей не хочет рисковать. Ну вот, допустим, если мы действительно ставим большие цели, не просто попробовать бизнес, чтобы меня учили, у меня был наставник, а мы хотим хороших результатов. Я думаю, что заход на большой пакет – это важный, главный шаг для заявки на большой успех. Если вы хотите зарабатывать хотя бы 1000 долларов, еще и первые 2-3 месяца выйти на такой доход, конечно, нужно природе заявить, что вы готовы доверять спонсорской линии, готовы рискнуть этой 1000 долларов. Хотя какой тут риск? Вы берете продукцию, можете сами ее использовать. Вы можете пройти обучение, запустить рекламу, у вас будут клиенты на этот продукт, вас научат проводить продающие консультации. В чем риск? Да ни в чем. Когда вы получаете продукт, у вас нет риска, вы можете его использовать. Вот если вы заходите в финансовую пирамиду и вносите 1000 долларов, в этом есть риск, потому что вероятность того, что вы назад получите, очень мала. Очень мала. В этом главный секрет. Доверие спонсору, партнерам, себе, команде. Четыре веры должны быть. Главный секрет. Дальше. Очень важно использовать потенциал спонсора в своем бизнесе. Очень часто я наблюдала, как люди разрушают не только свой бизнес, но и бизнес спонсора. Когда собираются на каких-то мероприятиях, тренинги или там большие, начинают обсуждать спонсора. Или после тренинга какого-то вышли и начинают называть именно негативные какие-то вещи. И таким образом, получается, что ржа идет по команде. Люди, которые, особенно новички, подвержены этой коррозии, и они впечатлились, они пришли на спонсора, он их впечатлил. И тут человек, который, особенно если квалификация там есть, там жемчуг, нефрит, сапфир, начинает как-то критиковать присутствие параллельных линий своих партнеров. Естественно, авторитет спонсора падает. И что происходит? Когда вы развиваете свою команду и критикуете спонсора, вы потом не можете спонсора пригласить как авторитета в свою команду. То есть вы не сможете какие-то вещи донести, и спонсор вам уже ничем не поможет. Только потому, что вы его критиковали. Если вам хочется обсудить со спонсором какие-то вещи, которые, на ваш взгляд, он делает не так, или компания делает не так, делайте это вдвоем с вышестоящим спонсором или со всей спонсорской линии вышестоящей. И критика должна быть конструктивной. Я, например, принимаю только такую критику, где мне человек говорит, что нужно делать взамен. Если меня критикуют, то плохо, это плохо. Но взамен ничего. Я такую критику вообще не воспринимаю. И, естественно, важно очень это понять, что вы только вдвоем со спонсором, команда, в первую очередь, вы в одной упряжке. И если только вы начинаете о спонсоре говорить плохо, и представьте, до него это дошло, как вы считаете, с каким сердцем он будет помогать? Конечно, он вам не откажет. Но очень часто я слышу критику. У меня даже такая ситуация была, что мне пришлось отлучить человека от коллективных занятий таких. Я из компании его не могла терминировать, у меня нет таких полномочий. Но из своих занятий я его удалила, этого человека, потому что он о своем спонсоре, присутствии его параллельных линий, постоянно критику выдавал. И, естественно, это влияло и на спонсора, и на его товарооборот негативно. Естественно, и на мой товарооборот негативно влияло. И это нужно было ржу, это, конечно, убрать из команды. Поэтому первое правило, спонсор, у нас есть в этом пункте два правила. Первое, спонсор всегда прав. И второе, если спонсор не прав, смотри, правило первое. Еще раз хочу напомнить, спонсор – это дерево жизни, по которому вы идете к успеху. Это соки, по которым вы питаетесь позитивной и нужной информацией. Это дерево, которое поможет не только вам, а всему вашему бизнесу развести. И в вашем дереве спонсорском, в вашем спиловере, то есть люди, которые под вами, они могут любых замечательных результатов добиться, только если вы в связи со спонсором идете. Поэтому второй важный момент, если вы проводите бизнес-встречи по скайпу или в офисе и самостоятельно вы уже можете это делать, обязательно, как только человек принимает решение быть в вашей команде, вы знакомите его со спонсором. Здесь нужно правильно показать спонсора, то есть нужно говорить о том, что этот человек очень занятой, даже если этот спонсор пришел на неделю раньше вас. потому что если вы скажете вот эта Маша, она сейчас, она мой спонсор, вот давай с ней поговорим, вероятность того, что человек выйдет на скайп-консультацию или приедет в офис, познакомиться очень мала. А если вы говорите, что это флагман моего бизнеса, это маяк, я всегда равняюсь на этого человека, мы с ним вместе, мы вместе идем к успеху, и я вот могу тебя познакомить, этот человек очень занятой, сможешь там вот в такое-то время встретиться со спонсором, вот она может или он может только в это время. И вам нужно постоянно говорить о том, что спонсор ваш маяк, ваш флагман, человек, который помогает вам вести бизнес. В этом случае вы формируете авторитет спонсора в своей команде, и когда нужно будет помощь спонсора, когда нужно будет, чтобы ваша команда приняла решение купить какие-то промоушен-пакеты, вот здесь авторитет спонсора сработает на тысячу процентов. Я вот помню, после майского мероприятия, когда была Ольга Нилова, Жанна пригласила нас в очень красивое место в Киеве, на острове отдохнуть, и вот я тогда впервые услышала о пакетах именно от Ольги Ниловой. Конечно, у меня возникло желание купить пакеты, я, по-моему, тогда все купили пакеты, поставьте плюсики те сапфиры, которые купили пакеты после того, как занятие провела Ольга Нилова. Она нам открыла глаза на быстрое достижение квалификации. После этого, по-моему, Андрей Шевелюк сделал сапфир 25. Да. Согласна, Жанна. Итак, авторитет спонсора. Техника работы два на одного. Мы вдвоем быстрее убедим одного человека. Согласна? Чем один на один. Когда вы ведете беседу, приглашаете, вы хотите поговорить с человеком, вы приглашаете спонсора, неважно, это личная встреча, или вы в скайпе проводите. Ваша задача молчать, и если вам спонсор дает слово, в этом случае вот то время, которое вы заранее определили со спонсором, вы тогда вот вам дали слово, например, рассказать продукты, про свое использование, свой результат по продукту, вы в этом случае разговариваете. Если спонсор вам слово не предоставил, не надо его исправлять, дополнять. Вот у меня очень часто так было. То есть меня человек просит провести встречу, потом меня исправляет. Как вы думаете, какой результат после этого? Люди подписываются? И причем я неоднократно говорила, слушай, если я провожу, ты молчишь, зачем ты на себя перетягиваешь внимание? Но есть люди, которым важно быть в центре внимания, понимаете, в чем дело? Они должны обязательно показать, что я тоже что-то знаю. В этом случае авторитет спонсора нивелируется. И вот эта техника работы 2 на 1, она не работает, понимаете? То есть если вы пригласили спонсора, переложите на него ответственность. Ваша задача правильно представить спонсора, сказать, что это человек профессионал в этом деле, что это маяк, я на него равняюсь, я выполняю все его рекомендации, и у меня поэтому бизнес растет. Вот есть возможность с таким успешным человеком пообщаться. Я ему доверяю. Как только вы это говорите, человек, который первый раз видит вашего спонсора и еще не знает ничего о бизнесе, он будет внимательно слушать. То есть убирается барьер первичной коммуникации. Если вы это не сделали, просто сказали, вот Наташа, она сейчас все расскажет, встречу можно заканчивать. если особенно у спонсора нет опыта преодоления барьера первичной коммуникации. Здесь очень важно именно сделать промоушен спонсору. Можно, если вы не знаете, что сказать, спросите у спонсора, что бы он хотел, чтобы вы сказали. Вы поймите, здесь не просто словословие, спонсор хочет дифферамбы какие-то от вас получить. Это вам надо, чтобы вашего спонсора слушали. Есть такая пословица, нет пророка в своем отечестве. То есть вам не будет доверять, вас спросят, сколько ты в компании, сколько ты зарабатываешь. Если ваш спонсор на два дня раньше и тоже пока еще не зарабатывает, у него не спросят. Если вы правильно его представите, если вы скажете, что это профессионал, что он сейчас так объяснит, что я так не могу, он профессионал, и его нужно внимательно слушать, я ему доверяю, и этот человек будет и ему тоже доверять, потому что он пришел к вам на встречу, значит, он вам уже доверяет. Если здесь понятно, поставьте 15. Техника два на одного очень хороша, когда вы начинаете, а потом, когда вы уже знаете, как проводить встречи, вы эту технику можете использовать уже со своими партнерами, помогать им расти. Дальше, когда у вас появляется команда, вам необходимо использовать следующий рычаг, соревноваться с лидерами параллельных линий, договариваться, кто из вас первый выполнит следующую квалификацию, ну и какой-то, например, приз, например, вот, если вы второй выполнили, а не первый, то вы ведете этого человека, например, в ресторанах, где-то обедаете, ужинаете, и можете как раз спросить, чем, что ему помогло выполнить эту квалификацию следующую, он поделится своим опытом, скорее всего, вы тоже сможете эти вещи использовать. Представьте, если вы начинаете соревноваться, вы сапфир, и ваш, ну, кого вы выбрали, кто вам нравится, из параллельной линии другого сапфира, вы с ним договариваетесь, когда, в какие сроки выполняется следующая квалификация, или кто первый, например, в этом финансовом году сделает. И как только это срабатывает, вы встречаетесь, общаетесь, он делится своими наработками, и я вас уверяю, этот ужин или обед, который вы вместе проведете, оплатите для победителя, он окупится вам сторицей. То есть вы точно эти знания примените. Опять же, еще раз поговорка, с кем поведешься, того и наберешься. Ну, чтобы параллельному лидеру, лидеру из параллельной линии выгодно было вам объяснить, сделайте для него такую приятность на кофе с чизкейком пригласить или на ужин. Я не знаю, как вы будете договариваться, но если будет такая совместная договоренность, вы будете очень сильно стараться, поверьте. Если у вас есть ген лидера, ген быстрее достигнуть, по версии вы будете больше работать активно и у вас все получится. Следующая техника, которую можно использовать для достижения успеха, это программа 90 дней. Сейчас она у нас идет, мы впервые ее запустили. Она очень эффективная. Я бы хотела, чтобы вы услышали отзывы об этой программе, прежде чем я о ней подробно расскажу. Привет, друзья, привет, партнеры, привет всем. Пишу этот отзыв о программе «Прорыв 90 дней», который мы сейчас проходим. И, конечно же, хотелось поделиться вот этой той информацией, которая уже на самом деле когда я услышал о том, что есть освободилось одно место в одной из групп, я не раздумывая взял и записался, потому что я знаю, что мне это даст. У меня включен звук. Ну, давайте сделаем так, я выложу этот отзыв потом в чате нашему лидерскому. Есть, да? Хорошо. Сначала включить. Привет, друзья, привет, партнеры, привет всем. Пишу этот отзыв о программе «Прорыв 90 дней», да, с которой мы сейчас проходим. И, конечно же, хотелось поделиться вот этой той информацией, которая уже на сегодняшний день есть, этими эмоциями. На самом деле, когда я услышал о том, что освободилось одно место в одной из групп, я не раздумывая взял и записался, потому что я знаю, что мне это даст. И на самом деле, уже прошло полтора месяца, как мы работаем в программе «Прорыв 90 дней», я попал в очень крутую, классную команду Наташа Дубровина, Саша Крутян и привет. И мне очень хочется тем, кто не участвует в этой программе, сказать следующее, обязательно, в следующий раз, как только будет такая возможность, делить эту возможность. Потому что вот то общение, которое происходит у нас внутри команды и на ежедневном созвоне через скайп, это дорогого стоит. Потому что мы делимся опытом, мы делимся нашими техниками, мы делимся, советуем друг другу какие-то, подсказываем интересные штуки и технологии. И на самом деле это такая акселерация наших действий, которая еще и мало того, заряжает, мы заряжаем друг друга тем самым. Мы делимся нашими результатами, сколько мы людей обзвонили, сколько мы услышали своих «нет», каких «нет». Мы делимся своими результатами по продажам, по новым партнерам. Поэтому программа «90 дней» рассчитана на то, чтобы вы очень концентрированно брали и использовали каждый день для развития своего бизнеса. Я однозначно после этого прорыва буду рекомендовать и своим людям, в нашей команде. не знаю, может быть, я и на следующий прорыв запишусь. Поэтому это классная идея, классная штука. Давайте делать это регулярно, чаще. Всем пока. Удачи. Спасибо, Саша, за такой отзыв. В чем же заключается программа «90 дней»? В том, что мы ежедневно общаемся. То есть, у нас есть план. Минимум пять звонков в день. Минимум пять звонков в день. До звонов имеется в виду. Вот смотрите, мы создавили такую таблицу. Она находится на гугл-таблице. Она у всех в доступе. То есть, как только человек какую-то эту цифру меняет, это видно всем. И, по сути, одна таблица у нас для каждого создана. И она на одном поле таком. То есть, выше там, Саша Прутян, ниже я нахожусь. И мы все видим, что мы делали в течение дня. То есть, сколько мы дозвонили, с кем, сколько консультаций. Саша даже пишет фамилии, кто конкретно у него записан на какую встречу, сколько было проведено, сколько запланировано консультаций, сколько проведено, какие результаты. Вот видите, есть результаты у Саши. Продана продукция 15 тысяч, 8 тысяч, количество пакетов Basic, 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 там дальше Supreme есть. И вот смотрите, в чем это хорошо. Во-первых, все идут с разной скоростью. В зависимости от того, какие навыки человек перед этим сформировал. И естественно, что не можем мы все с одинаковой скорой двигаться. Но когда мы объединяемся в такие группы, человек получает энергетику тех людей, у которых что-то получается. Например, вот если я провожу встречи, там у меня ничего нету, у меня никто ничего не купил, даже стартер-кит никто не берет, то есть у меня там постоянно отказы. Я считаю, что это бизнес, и вот что-то происходит такое, значит, это, наверное, с бизнесом что-то не так. И когда мы находимся в таком, в собственном соку, варимся, не понимаем, какие могут быть процессы и тем. А вот когда мы вечером выходим, в 10 вечера обсуждаем, и видим таблицу других участников, и видим, ага, у них идет. вот давайте мы обсудим вечером, что они делали, что у них получается результат. И вот это заряжает, убирает сомнения, что бизнес работает, уже сомнений нет. Когда нет сомнений, мы, естественно, действуем. Когда есть сомнения, мы действовать перестаем. И, естественно, мы не делаем, то и ничего не будет. Не будут нам люди приходить сами и говорить, а ну добавьте меня в команду, я хочу именно к тебе. Почему действий нет? Почему люди должны идти в команду к человеку, который сам ничего не делает? Конечно, это будет абсурд. Поэтому начните с себя, делайте сами. И вот то, что мы обсуждаем, как мы делали в течение дня, почему у нас получился результат, это обменивается, такой коллективный разум создается. Вот если вы читали Наполеона Хилла «16 законов успеха», один из них – это использование коллективного разума. он описывал, что там люди из разных сфер приходили раз в месяц, собирались. Здесь наша программа «90 дней» направлена на то, чтобы мы в команде помогли друг другу быть на плаву, помогли тем людям, которые с другими навыками в этот бизнес пришли, у которых какие-то навыки еще не развиты. И вот эти именно ежевечерние созвоны позволяют новичкам быстрее развить нужные навыки. Потому что представьте, они ежедневно слушают, что делали те, у кого получается. Конечно, они начинают двигаться сами. По-моему, это классная техника, и я всем советую. Вот у меня, например, Элла Ларина так в бизнесе росла. К сожалению, мы такую технику только сейчас запустили, потому что не было раньше интернета и гугла, когда мы целое расследовали. Мне утром звонила, говорила о том, что она планировала делать, а вечером мы подводили итоги, рассказывали про нет, и мы пытались выработать технику работы с возражениями. А как лучше было бы ответить на это возражение? И как вы думаете, что происходило в следующий раз, когда это возражение Элла встречала снова? Потому что возражения всего примерно 22, одни и те же. Если вы заранее подготовитесь и будете знать, как отвечать на то или иное возражение, вы легко сможете переводить человека из нейтрала или из негатива в позитив. И, конечно, делать своим партнером. Если у вас такой техники нет, если вы не знаете, как ответить на возражение, вы будете терять людей только потому, что вы не смогли ответить на возражение. Так вот здесь мы обсуждаем, как лучше сказать, как лучше свое предложение показать для того, чтобы человек принял предложение. Если ему деньги нужны, мы должны так показать наше предложение, чтобы он его принял. Например, человеку нужно, у него есть два часа времени свободного, он хотел бы свое дело дома вести. Покажите этот бизнес, как он может из дома деньги зарабатывать. Если человек имеет престижную работу, доходную, и он хотел бы работать меньше, покажите, как благодаря этому бизнесу он может уйти с работы и работать, например, в два раза меньше, получать в два раза больше. Если человек хочет иметь такой бизнес, который позволит еще и путешествовать, покажите это здесь. И вот когда мы это обсуждаем, какие были нюансы по проведению встреч, то это запоминается лучше, чем если вы заранее книгу прочтете, что в каком последовательности нужно сказать или спросить. Вы не выучите все равно все, только обсуждая то, что у вас не получилось. Например, вам человек сказал, я бы хотел свой бизнес в интернете развивать. Вот что ему сказать, чтобы он пришел в вашу команду? Вот подумайте, что нужно сказать, чтобы он в вашу команду пришел, если он хочет свой бизнес в интернете развивать. Вот такое еще одно домашнее задание я вам даю. почему он должен прийти к вам, чтобы свой развить бизнес? Какие есть для этого у вас аргументы, чтобы он принял ваше предложение? Вот, ну у меня все на сегодня, это вкратце. И, конечно, команда лидеров системы ЛИМ24 желает вам стремительного, недержимого успеха. Присоединяйтесь в нашу сапфировую команду. Вместе каждый добьется большего. Чем больше в команде сапфиров, тем больше новичков придет в нашу команду. Если вам понравилось мое занятие, я буду благодарна, если вы напишите мне на бизнес-странице отзыв. А сейчас, пожалуйста, поставьте по шкале от 1 до 10 полезность этого тяга. Спасибо за внимание. С вами была Наталья Дубровина со своими какими-то наработками, идеями, которые у меня работали, приносили результат. Спасибо за внимание. До встречи на наших мероприятиях. Всего хорошего.